Здравствуйте. Мы находимся с вами в зоологическом музее кафедры зоологии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного университета. Это так называемый зоатомический кабинет. Здесь, с использованием всех этих препаратов, вот этого огромного количества животных, мы занимаемся морфологией. Золотой век зоологической науки пришелся на вторую половину XIX века. Это описательный период, когда накапливалась первичная информация. С тех времен, кроме нашего музея, у нас остались вот такие препараты из папье-маше. По шоке дела, это такие биониклы, которые можно собирать и разбирать для того, чтобы показывать студентам, что находится внутри. Но сейчас, больше 150 лет уже прошло, зоологическая наука переживает свой ремесанс. Появились совершенно невероятные техники и приборы, которые позволяют нам выйти на гораздо более высокий уровень понимания эволюции живого. Зоология началась с простого микроскопа, который был придуман еще в XVI веке. С тех пор микроскопия ушла далеко вперед. И сейчас в микроскопной нашей кафедре находятся одни из лучших оптических приборов, сделанные в Германии, в Японии, в Америке. Мы используем не только микроскопическую, оптическую технику. У нас на службе электронные микроскопы, сканирующие электронные микроскопы, трансмиссионные электронные микроскопы, которые позволяют выйти действительно на другой уровень понимания того, как устроены объекты. Кроме этого, мы используем всевозможные техники, связанные с иммуноцитохимией, позволяющие дать при специфическом окрашивании антител очень сложные детальные трехмерные картинки внутренних структур. Нам уже не нужно делать срезы. Мы определенным образом, обработав материал и используя лазерные сканирующие конфокальные микроскопы, получаем совершенно удивительные картинки очень мелких деталей. Чем занимается современная морфология? Те области, в которых она работает, можно разделить на две большие части. Это функциональная морфология и эволюционная морфология. Одним из интереснейших направлений эволюционной морфологии являются так называемые эволюционные радиации. Это события, которые связаны с приобретением в эволюции той или иной группы какого-то ключевого новшества, позволившего этой группе на протяжении быстрого времени увеличить таксономическое разнообразие и занять все возможные ниши. Вот здесь, на этой витрине, вы видите такой пример. Это брюхоногие моллюски, гастроподы и их раковина. Раковина, которая явилась им пропуском и которая позволила, будучи защитным приспособлением, освоить им колоссальное количество экологических ниш. Морфологи работают с эволюцией раковин у гастроподов. Например. На самом деле нельзя объять необъятного и в рамках этого ролика можно рассказать лишь о самых интересных направлениях работы. Мы работаем как в области функциональной, так и в области эволюционной морфологии. Мы работаем с эволюцией мышечной системы, мы работаем с эволюцией нервной системы, мы работаем с эволюцией поведения. Говоря об эволюционных инновациях, в данном случае нельзя не упомянуть такую очень сложную, очень интересную структуру, как плацента, которая неоднократно возникала в эволюции очень многих групп безпожарностных животных. Кроме этого, наши сотрудники работают с интереснейшим феноменом регенерации. Но мы все время говорим сейчас по современных формах, но не следует забывать, что наши работы также связаны и с ископаемыми животными, поскольку без них мы не можем представить, как это эволюционировало. Палеонтология может быть сравнена с машиной времени. Используя древнейшие ископаемые, в частности в этой витрине вы видите, ископаемые возрастом около 600 миллионов лет. Мы пытаемся понять закономерности эволюции групп на протяжении очень длительных временных отрезков. Вот таким образом, используя прошлое и современное, мы пытаемся двигаться вперед. Когда говорят слово «экология», очень часто у нас появляется образ человека с метлой, с лопатой, который борется за чистоту окружающего пространства. На самом деле, экология – это огромная область науки, и в том числе она прекрасно у нас развивается на кафедре. И мы понимаем под экологией то изначальное значение этого слова, а именно науку о взаимоотношениях между организмами, между организмами и окружающей средой. И вот в таком направлении мы и работаем на кафедре. Естественно, для этого нужно куда-то выезжать, чтобы собирать материал. И самыми излюбленными местами для работы экологов на нашей кафедре – это, конечно же, Белое море, Баренцево море. Много работ проводится на Слайских островах. И, соответственно, там происходит сбор материалов. Но давайте я попробую посмотреть, что же, собственно, составляет предмет наших исследований. Давайте попробуем посмотреть на те примеры, которыми мы занимаемся в области экологии на нашей кафедре. Вот перед вами две раковины виды, казалось бы, одинаковые. Но исследования генетиков показали, что они разные. Это два разных вида, которые сосуществуют у нас в одной акватории, в Белом море и в Баренцевом море они сосуществуют. И с того, как они должны вступать в какие-то конкурентные отношения. И вот для того, чтобы каким-то образом изучить эту конкуренцию, мы ставим очень важный вопрос. А именно появляются какие-то отклонения в экофизиологических параметрах этих моллюсков, если они живут порознен или если они живут вместе. То есть вот экофизиология, изучение аутоэкологии организмов – это тоже задача наша, так сказать, экологическая. Еще один пример, который касается, опять же, вот этих критических видов миди, которые мы изучаем на Белом море, вот, так сказать, два совершенно разных вида, они существуют независимо, они, так сказать, не очень скрещиваются друг с другом, но, интересно, отличают их хищники, которые питаются. И основное пью хищник, который питается мидиями – это морские звезды. И вот у нас была проведена серия экспериментов, в которых было показано, что морские звезды различают эти два вида мидий. То есть, таким образом, существуют какие-то сигналы, которые воспринимают хищники, и эти сигналы у двух видов разные. Это тоже задача экологии. И еще один пример. Всем известно, что ведущий научный журнал, который публикует самое интересное исследование в науке, это Нэнча. Так вот, сотрудники нашей кафедры опубликовали в этом журнале замечательную статью про эту систему, которую вы сейчас видите. Это тоже экология. Смотрите, на поверхности раковины умершего морюска сидит друза морских желудей. Вместе с этой друзой живет огромное количество разных организмов. Почему они поселяются? Как эта штука развивается? Здесь прекрасно совершенно взаимоотношения между этим организмом выявляются. И вот это тоже предмет экологических исследований, которые развиваются у нас на кафедре. Ну, вообще, сектор вопросов, которые решают экологи, он гигантский. Это и адаптация к следующему образу жизни, и взаимоотношения хищников и жертв, и вопросы конкуренции, и вопросы полиэкологии. Но, конечно же, экологу надо разбираться в фауну. И для этого надо достаточно глубоко изучить разнообразие животных. И все люди, которые занимаются дальнейшей экологией, они, конечно, должны получать достаточно большую информацию о том, какие виды населяют те места, которые они изучают. Разбираться в вопросах классификации этих организмов, разбираться в тонких вопросах таксономии. Так что этому придется всего научиться. Это большая тяжелая работа. Ну и, пожалуй, одно из самых таких ярких навыков, которые должен вводить эколог, это умение разбираться в статистике, умение родить сложные математические анализы. И этому тоже придется научиться, если вы займетесь экологией. Таким образом, эколог это такой специалист очень широкого уровня, и если вы не хотите быть специалистом по щетинке на третьей ноге справа, а быть очень широко образованным человеком, конечно, вам надо идти в экологию. Вы уже довольно много слышали о принципиальных научных вопросах, которыми мы на кафедре занимаемся, и сейчас я предлагаю вам посмотреть на них немного под другим углом, а на самом деле более полноценно. Дело в том, что сложно найти организм на планете, который не вступал бы с какими-то другими в симбиотические отношения. Это такие тесные связи, при этом достаточно стабильные, в которых выделяют два компонента, собственно, хозяина и симбионта. И именно о симбионтах я сейчас вам немного расскажу. Разнообразие симбионтов на самом деле довольно легко упустить из поля зрения. Но представьте, даже если вы просто приходите куда-то, чтобы собрать материал свободно живущих организмов, вы увидите сразу, например, каких-нибудь рыб. А вот о том, что у них внутри еще кто-то живет, можно совершенно даже и не догадываться. Но такой ограниченный подход у нас на кафедре не принят. С симбиотическими отношениями, будь то мутуализм, комменсализм или паразитизм, мы занимаемся очень активно, при том, что границы между этими явлениями на самом деле далеко не так просто обозначить. И поэтому сегодня мы предпочитаем говорить об этом направлении как о направлении симбиотологии. Но исторически особое место нашей кафедры занимала именно паразитология. Кто вообще такие паразиты? Ну, по одному из способов определить этот термин, это такие симбионты, которые наносят своему хозяину вред. Ну, с этим можно спорить, но интуитивно понятно, о чем идет речь. И в частности, я думаю, что какие-то самые яркие примеры паразитов вам хорошо известны. Паразитические черви, например, ленточные или аскориды. Но не надо думать, что все так просто, потому что некоторые паразиты 100% будут для вас в новинку, как, например, паразитические раки, которые под влиянием на паразитический образ жизни, в общем, полностью потеряли свой рачий облик. На первый взгляд может показаться странным. Откуда такой особенный интерес именно к паразитологии? На самом деле, для этого очень много причин. Они мне, как человеку, который занимается паразитами, очень понятны. Ну, начать можно с того, что все время в работе есть интрига. Сложно найти паразитов. Никогда не знаешь, где, в ком, сколько, как это все получится. То есть, в поиске материала это очень интересно. Но еще у паразитов есть целый ряд таких признаков, которые делают их совершенно особенными. Например, это их совершенно безумные жизненные циклы, которые объединяют совершенно разных хозяев, несколько поколений. И вот если хочется в чем-то таком сложном и многокомпонентном разбираться, то эту возможность как раз и дают паразиты. Как и во многих других направлениях, в симбиотологии и в паразитологии в частности, нас привлекает разноплановость. Ну вот начнем с экосистемы. Паразиты составляют огромную часть разнообразия в любой экосистеме. Они вовлечены во все пищевые сети. Они, за счет того, что их циклы зачастую включают разных хозяев, создают множество дополнительных связей. Как это все происходит, какую реальную роль они играют в экосистемах, как им удается добиться успешной трансмиссии. Все это вопросы как раз-таки паразитологии. Но это только один уровень. А если спуститься на уровень организма, тут свои вопросы. Что будет, если условно здоровому организму подселить какого-нибудь паразита? Как изменится его анатомия, физиология, биохимия? Система этих взаимодействий от уровня экосистем до организма складывается в эволюции в результате своеобразной гонки вооружений. Паразит все время придумывает, как ему получше эксплуатировать хозяина, как ему взятого извлечь максимум пользы. Хозяин в ответ тоже не дремлет, пытается запрести что-то свое, как противостоять паразиту, как выдержать взаимодействие с таким коварным зверем. В результате такой гонки вооружений получается, что эволюция паразитов и хозяев происходит в какой-то степени скоординирована. Ее называют в таком случае коэволюцией. В общем, с одной стороны, паразиты для нас это вполне себе зоологические объекты, к которым применимы все наши любимые зоологические вопросы. А с другой стороны, за счет специфики своего образа жизни, паразиты и симбиоты в более широком смысле предоставляют еще дополнительный такой спектр своих специфических тем для исследований. Если оплавлять в пламени горелки тонкую стеклянную палочку, то на кончике такой палочки образуется маленький стеклянный шарик. Судя по всему, именно таким образом Энтони Ван Левенгук в свое время получил свои знаменитые увеличительные стекла, с помощью которых он стал первым из людей, кто собственными глазами увидел обитателей микромира. Его первое наблюдение анимайкулей или микроскопических зверушек относится к 1675 году. Вскоре о его открытии стало известно широкой общественности, и анимайкули стали предметом множества различных исследований. Но даже через 100 лет Карл Линей не решился заниматься систематикой этих существ и назвал их таинственными живыми молекулами, с которыми предстоит разобраться потомкам. Этими самыми потомками, которые разбираются с молекулами, оказались в том числе и мы протестологи кафедры зоологии беспозвоночного. Широкое применение методов молекулярной хилогенетики к анимайкулям, которых мы теперь называем протистами, показало, что их разнообразие мы достаточно сильно недооценивали. Протисты – это уникальная группа живых организмов, выделенная по совершенно искусственному, несуразному принципу по размеру. Животные, грибы, высшие растения достаточно крупные, и они заслужили себе отдельные царства. А протисты в основном представлены микроскопическими существами, и мы всех скопом называем их единым словом протисты. При этом на генетическом уровне подавляющая часть разнообразия эукариот представлена именно микроскопическими организмами. Два штамма жгутиконосцев, морфологически неотличимых друг от друга, на генетическом уровне могут отличаться как голосеменные и покрытосеменные растения. Таким образом, в первом приближении протисты – это все эукариоты, а животные, растения и грибы – это скорее отдельные специальные случаи. В настоящий момент мы хорошо понимаем, что значение протистов огромное, а знаем мы о них катастрофически мало. Во многих группах описать новый вид – это вполне обыденное явление. Более того, иногда сложнее найти снова один и тот же вид некоторых групп. Не говоря уже об описании видов, каждый год выходят исследования, в которых описываются совершенно новые эволюционные направления эукариотов. Люди открывают совершенно невиданных и ни на что ранее описанные непохожих зверей. Так почему же протисты до сих пор так просто изучены? Все дело в том, что между протистами и исследователем всегда стоит вот этот прибор, который называется микроскоп. По меткому выражению Патрика Киллинга, протестолога из Канады, исследовать жизнь протистов с помощью микроскопа – это примерно то же самое, что изучать жизнь саванны, глядя на животных из космоса. Но, тем не менее, сейчас в нашем распоряжении имеется большой набор методов работы с отдельными клетками, начиная от постановки экспериментов и выделения культур и до секвенирования геномов отдельных клеток. По сути, все ранее перечисленные в этом ролике направления работы на кафедре – экология, эволюционная морфология, брозитология, могут быть применены к протистам и сделаны на их примере. Таким образом, именно протистология является той областью, в которой можно пройти совершенно нехоженными путями и сделать очень значимые и неожиданные открытия. Продолжение следует...